Всем привет! С вами снова Слава и Дружа Обломов. Сегодня у нас будет экстренный каратенечкий обзор. Почему каратенечкий? Потому что место, из которого мы сегодня заказали, они сами попросили сделать на себя обзор. И там есть только пицца. Там есть пицца, напитки, кольцоные и всё. То есть там они не распаляются на стейки, они не распаляются на лапшу, на роллы. Чуваки просто фигачат пиццы. К сожалению, доставка у них, как правило, на юг города, либо по всему городу, если они успевают доставить за 35 минут. Поэтому я послал прямо к ним в заведение Серёгу, и он подцепил там вот такую вот пачку пицц. Называется это место Like Pizza Cut. Вот здесь написано Like Pizza Cut. Вот такое вот странное заведение. Штука вот в чём. Они работают буквально по двум районам, то есть доставляют всё очень быстро. Ну потому что везде, где они доставляют, по факту они успевают за 35 минут. Это у них такое правило. Если они не могут доставить за 35 минут в связи с пробками там, или в связи с тем, что человек находится в другом конце города, они говорят извините. Вот, поэтому кому-то, возможно, не повезёт. Вот. А сейчас мы посмотрим, что же они делают. Эти пиццы были упакованы в специальную, скажем так, плёночку, чтобы они не остыли, и были привезены срочно-срочно на такси из этого заведения оператором Серёгой. Вот, я надеюсь, что они пока что не успели остыть. Собственно, я напоминаю, что мы пока что находимся в поиске пицц, которые были бы реально вкусные и красивые за своё бабло. И пока что мало кто приближается к этому... к этому идеалу. Давайте открывать! Как всегда, генеральный обзорный спонсор приложения Delivery Club. Ссылка находится в описании. Огромное им спасибо. Они спонсируют мои обзоры уже много лет. Лет? Месяцев? Короче, очень давно. Delivery Club, ссылка в описании. Собственно, тема их в том, что у них там всякая куча всяких скидок по будням, куча всяких акций, и, например, вот такая вот пачка пиццы, включая вот эту вот, она стоила около полутора тысяч рублей, чуть дороже полутора тысяч рублей. То есть пиццы у них очень дешёвые, что немножко настораживает. Ну да ладно. Вот так у них всё запаковано. Так, смотрим. Это, я так понимаю, у нас кольцоны. Так. Кольцоны у нас снаружи 39 градусов. Внутри... Сейчас я его... Но внутри 44 градуса, что является достаточно тёплым. Так. Ну ладно. Давайте взвесим кольцоны и посмотрим, сколько оно стоит. 145 рублей за 200 грамм должно весить кольцоны. Это не до вес, блин. Ах, жаль. Так или иначе, это необычные кольцоны. Это кольцоны, которые у них являются десертом. Называется нутелла-кольцоны. То есть мы там внутри видим нутеллу и банан. Но, честно говоря, нутеллы недофига. Но, впрочем, за 145 рублей просто большой тёплый пирожок. Попробуем. Ну, тепло, выпечено неплохо, тесто мягкое, но ничего необычного. Похоже на тёплый сладкий хычин с нутеллой внутри. Нутелла ли это на вкус? Да, нутелла. Но я там не очень много. В основном я вижу именно банан. В общем и целом не совсем понятен недовес. Там в 10 грамм или типа того, потому что это в основном тесто. Я уверен, что могли бы... Помню, там ещё кусочки ананаса есть. Ну, не знаю. Короче, сладкие штуки, это не совсем моя тема. Пирожок, да, вкусненький, да, сладкий, да. Но обычно я прихожу в пиццерию, чтобы пожрать, и заказываю именно, чтобы пожрать. А если я хочу сладкого, я этим печеньки куплю. Переходим к пиццам. Следующая пицца у нас называется достаточно странно. Она называется хорватский омлет. Нет, читая описание. Томатный соус, моцарелла, копчёная курица, ветчина. Секретный ингредиент. Должна она весить за 420 рублей 760 грамм. Неплохо. Хорватский омлет. 39 градусов она. Но это с учётом того, сколько мы её везли. То есть, само собой, если бы мы это не везли на другой конец города, они бы были адски горячими. То есть, к этому вопросов никаких нет. Так, копчёная курица и ветчина. А, ну давайте взвесим. Я даже не знаю, как это взвесить. Как это можно взвесить? Эх, хвост. Ну, короче, я думаю, что там особо недовесов никаких нет. Давайте попробуем. Ну, смотрите, есть два типа пицц, которые домашние, то есть, на которые просто навалена гора всякого. А есть типа классические. То есть, с тимьянчиком, с базиликом, с томатным соусом. Вот тут такая. Сыр на ней есть, омлет на ней есть. Правда, это больше похоже на яичницу. Может, из-за времени. Не знаю. На каждом куске есть кусочки типа солёно-копчёной такой ветчинки. Насчёт курицы я не знаю. Увидите тут курицу. В целом, за 400 рублей очень вкусная пицца. Вкусная она, правда, больше не за счёт большого количества начинки, а за счёт вот этого соуса, которым они намазывают. То есть, здесь всё покрыто вот этим сырно-базиличным тимьяновым соусом. Не завалена начинкой, но вкусно. Давайте ещё одну возьмем. Следующая пицца у нас называется от шефа Большая. Большая. Не знаю, насколько она большая, потому что она тоже должна весить 715 грамм. Правда, стоит дешевле. Всего 390 рублей. Томатный соус, моцарелла, ветчина, шампиньоны. Посмотрим. А чё, а чё, сыр это тут нормально. Так. Жалко, долго мы, конечно, везли. Но, к сожалению, в наш район они всё это дело не доставляют. На 37,5 градусов я намерил. А это потому, что мы долго её везли. Но, впрочем, она ещё тёплая. Очень тяжело делать этот обзор, потому что все пиццы тут будут практически одинаковые. Со вкусным соусом, запечённые в печи, с маленькими корками. И более-менее адекватным слоем сыра сверху. Правда, оливки я предпочитаю снимать, потому что я оливки и маслины не очень люблю в пицце. Итак, по минусам. Когда насыпаем шампиньоны сверху на пиццу, вот так вот, их нужно ещё присыпать сыром. Потому что вот это, согласитесь, выглядит не слишком эротично. Но потому что это сушёные шампиньоны, которые выглядят как какой-то непонятный тревесный гриб. Если вы добавляете начинку, то есть идёт сыр, соус, сыр, потом идут там ветчина, грибы, добавьте ещё сыра. Чтобы вот это вот, вот эти вот шампиньоны сухие, чтобы они не высыхали так, чтобы они были скрыты. В целом, ну, уверенная ресторанная пицца. Но тащит она, конечно, не за счёт огромного количества начинки, она тащит чисто за счёт вкусного соуса. То есть, как вам сказать, извиняюсь, извиняюсь, чтобы это стало пиццей мечты, немножко не хватает, не знаю, толстоты, что ли, я не знаю. Может туда добавлять больше моцареллы, чтобы сыр бы лучше тянулся. То есть, там, конечно, есть моцарелла, но, может, количество нужно увеличить? Короче, за 390 рублей с пылу с жару, это великолепно. Но мне, вот как обзорщику, чтобы восхититься и просто расплываться в комплиментах, немножко не хватает, немножко не хватает того, чем восхититься. Давайте ещё одну посмотрим. Следующая пицца у нас из центра пачки, поэтому она ещё горячая, называется она Белый Русский. А в ней есть лосось, ананас, яблоко и томаты черри. Ну, стоит она 425 рублей за 761 грамм. Ну, может, конечно, что-то в этом и есть. Ну, вкусный мягкий сыр, травами посыпано, причём здесь ананас только, я не понял. То есть, сама пицца как пицца, она прикольная. Но при чём тут сладкий ананас, я не понимаю. На ней достаточно плотненький такой слой сыра. Жирненький слой сыра. Она тёплая. Ну, а я больше 37, к сожалению, на поверхности намерить не могу, разве что если там втыкать куда-нибудь. Короче, очень странная пицца. Пока не напарываешься на ананас, она вкусная. Не знаю, вообще не моя тема. Я люблю лосось, я люблю сыр, я люблю черри. Запечена явно видно в печке, видите, даже корки вздулись. Запечена быстро, то есть корки остались съедобными, то есть они мягкие. Лосось с яблоком и ананасом, ну фиг знает. Не потому что невкусно, а потому что лично для меня такое сочетание очень непривычное. Я предпочитаю классические пиццы. Ветчина, курица, соусы сливочные или не сливочные, томатные, моцарелла. Что касается количества начинки. Не фантастика, тут её в меру. То есть на каждый кусок попадаются кусочки лосося, на каждый кусок попадает ананас, яблоко и черри. Но опять же, эта пицца не совсем из тех домашних пицц, где навалена гора вот такая вот всего. Ну и тесто само собой не пышное, то есть это классическая пицца. Эх, обожаю кока-колой запивать пиццу. Посмотрим, может там есть что-нибудь более традиционное, что-то, я не знаю, ананас это для меня как-то очень, я не знаю, странно. Пицца называется Like Pizza Cut и эта модель пиццы у них называется Like. На ней написано Like. Видимо, это должна быть особая модель супервкусной пиццы, типа фирменной. Так, кстати, если кто не в курсе, зачем вот так вот закрывают на всякие плёночки, то есть курьеры жрут всё. Курьеры разные очень бывают, серьёзно. У меня несколько раз было такое, что мне звонят потом, говорят, слушайте, а вы вот делали заказ такой-то, такой-то, мы посмотрели обзор, а мы вам клали определённый соус. Ты такой, а мы вам клали пампушки. Ты такой, а мы вам клали тортик. Ты такой, оказывается, что тортик уезжает откуда-то, а до тебя он уже не доезжает. Такое реально случается. Вот, поэтому всё нужно заклеивать. А если всё как бы, тут ещё даже, тут как бы ещё фигово заклеено, потому что можно как бы, ну, видите, просто отклеить, приклеить назад. Ладно. О-о-о-о, тут уже что-то интересное выглядит прикольно. 40 градусов. Ну, остывают они не быстро, когда в пачке лежат. Но, само собой, самое оптимальное, это заказывать в тот район, где находится эта доставка, потому что тогда оно будет всё вообще богоподобно. Давайте хотя бы что-нибудь взвесим грамм в грамм. То есть вот эта штука должна весить 670. Чё можно сказать про саму пиццу? Мягкая, тёплая, с рукколой, мягкие корки. Ну, прям... Чем-то напоминает чили-пиццу, только чили-пицца нынче стоит 1300 рублей. За одну штуку, я имею в виду. Так. Эта штука должна весить 670 грамм. А весит 600... Сколько? 6, 6, 6. Сатанинская какая пицца. А-а-а... Ну, шо я могу сказать? На самом деле не очень приятно, что у них всё время малюсенькие какие-то недовесы. То есть что в кольцо, кольцоны, что тут. Скажем так, я как бы не против небольшой претензии. Мне на эти 10 грамм абсолютно наплевать. Но, если вы пишете, что у вас пицца весит 715 грамм, а другая 645, то хочется задать людям вопрос. Вы зачем пишете не 700 или 600, а 715? Почему не 717 с половиной? Какая разница? Если у вас идёт люфт на 20-30 грамм в обе стороны, зачем писать 715? В этом есть какой-то смысл? Пишите почти КГ, например. Я не знаю. Ну, хотя обычному человеку на всё это наплевать. Попробуем пиццу лайк. Вот это вот мясцо. Как это? Говядина там или свинина? Короче, солёный парашютто или типа того. Офигенный добавляет аромат. Нет. Умеют они делать свои пиццы, что я могу сказать? Вкусно, нажористо, выглядит хорошо. Главное, дёшево. Но вот так хорошо это выглядит, только на фоне низкой стоимости. То есть вот такая пицца за 490 рублей, это зашибись. Но если бы она стоила 600 или 700, я бы уже начал докапываться по-серьёзному. А так грех жаловаться. Чисто за счёт того, что соус очень вкусный, она тёплая и стоит всё дешевле пятихатки у них. Следующая финальная пицца у нас называется Оливье. С копчёной курицей, листьями базилика, соусом тартар и орегано. Ну вот такая вот пышная у нас красотуля. Это, по-моему, самая жирная из них из всех. Так, по температуре 39, долго мы тут уже тупим. Такая вот пицца, мягенькая. Потестим. Ну, то же самое. Базилик, орегано, немного томатного соуса, лучок. Блин, я даже не знаю, что про них сказать. Ну, вот смотрите, вот такая вот пицца, вот такого вот размера, у них стоит 390 рублей. Кто не в курсе, это очень дёшево. То есть, ещё год назад это было бы очень дорого, а сейчас, в связи со всеми этими дефолтами, непонятными, с баблом, с баксом, это считается очень дёшево. Съедумная ли она? Да, она прекрасная. Много ли на начинке? Не особо, но она распределена равномерно. При этом тесто вкусное, включая корки. Начинка есть на каждом кусочке. Корки не огромные, к тому же съедобные. То есть, корки, реально, корки можно жрать. Они из хорошего теста, люди научились нормально замешивать. В чём моя проблема на данный момент? Обычно, когда люди просят сделать на них обзор, они ждут, что ты скажешь про них очень хорошо, если они делают хорошо. Эти чуваки делают хорошо. Им придёт куча клиентов. Либо люди, которые зрители, они ждут, что будет какой-нибудь мега засёр. То есть, типа, аааа, всё, там, открыл коробку, оттуда крыса побежала, ты её тапком, значит, побежал на кухню забивать. И всё, короче. То есть, обзор абсолютно отвратительный. Это тоже весело, это тоже набирает огромное количество лайков. Но, вот что можно сказать про эту пиццу лайк? Она нормальная. Она абсолютно нормальная. У нас были всякие чили пиццы, пицца дриты и так далее. По баблу эти пиццы шикарные, пицца лайк. По внешнему виду они абсолютно адекватные, нормальные, тёплые, мягенькие пиццы. По соусу они вкусные. Но, единственное, что есть необычного у этой пиццерии, это возможность собрать пиццу из, например, четырёх разных начинок. То есть, не все так делают, не все хотят запариваться. Вы можете заказать одну пиццу, типа, одна часть такая, четверть такая, четверть такая, четверть такая. И всё! Это у них, как сказать, знаете, у людей нормальный бизнес, люди нормально делают пиццу. Если вы живёте с ними в одном районе или в соседнем районе, они, скорее всего, за 30 минут доставят вам офигенно горячую, вкусную вот такую вот пиццу за, буквально, за копейки. Если кто не понял по баблу, вот эта вот пачка пицц стоила полторы тысячи рублей. Вот эта вот пачка пицц стоила полторы тысячи рублей. С этой пачки может наесться, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это шесть человек, если чувак в жало сожрёт такую пиццу, что вряд ли. Шесть человек, понимаете, на полторы тысячи рублей. У чили-пиццы на данный момент одна пицца, одна пицца стоит тысячи триста. Да, она достаточно большая, тоненькая, одна. Одна пицца. То есть, той же, например, чили-пиццы, тоже очень вкусной, но в три раза дороже. Минимум в три раза дороже. Я бы сейчас очень хотел сказать, что это какая-то чудо, просто фантастика. Нет, это чуваки делают пицца-бизнес, и они делают его абсолютно адекватно и нормально. Кто в Питере живёт на юге, да запросто заказывайте. На север, я не знаю, скорее всего, они вам откажут, особенно если это вечер. Потому что они, если не доставляют за полчаса, они говорят, нет, чувак, мы не привезём. Это, кстати, абсолютно нормальный подход, потому что гораздо лучше человеку сказать, что извините пробки, чем потом получить в интернете гигантское количество дерьма на свою голову. Всё холодное, с тараканами. А человеку, знаете, если человеку, я вот замечал в интернете, если человеку вкус не нравится, да, ну что-то ему не понравилось. У него и так день дерьмовый был. А тут ещё и пиццу привезли с опозданием и холодную. Он ещё что-нибудь придумает. Он придумает и волосину в пицце, и тараканов каких-нибудь. То есть я вот в интернете, в группах, где отзывы можно открыто оставлять, я таких сказочников навидался. Поэтому лучше действительно человеку не везти, чем привезти через часы холодные. Вердикт. Пицца-лайк. Хорошие, горячие и очень дешёвые пиццы. По вкусу можно ли сказать, что это просто адское какое-то божественное что-то? Нет. Уверенная, хорошая пицца. С чаем, с колой заходит великолепно. Соус вкусный, сыр есть. Ничем они меня... Они меня как пэти, они ничем не поражают, но ничем и не расстраивают. Уверенная, хорошая доставка. Вот и всё, что я могу про них сказать. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Они попросили, мы сделали. Просто, я не знаю. Вот мне, с точки зрения чувака, у которого шоу на ютубе, мне лучше, чтобы там крысы дохлые были. Потому что у меня бы пригорело, и ролик бы собрал миллион просмотров. Серьёзно. Но я думаю, всё-таки, что пицца лайку нужно что-то придумывать оригинальное. То есть, не знаю, полутораметровая пицца, или пицца с шестерной начинкой, или ещё что-нибудь. Потому что у людей, которые заказывают еду с доставкой, у них деньги-то есть. Просто хочется что-то необычное. Потому что сейчас доставок пиццы их столько, что реально вот в каждом районе по 10 штук. Вот. Кто хочет, заказывайте смело, без опросов. С другой стороны, вот таких вот каких-то поразительных открытий, как когда я обнаружил вкусные суши, или когда я обнаружил фэн-шуй, не произошло. Хорошая пицца на районе. Бабла не очень много, хочешь быстро пожрать, заказывай. Кушайте много, кушайте вкусно. Кому выпуск понравился, ставьте пальцы вверх. Напоминаю, что наш генеральный обзорный спонсор, это, как всегда, приложение Delivery Club, ссылка на которое находится в описании. Приложение для заказа еды, не поднимая задницу с дивана. Огромное им спасибо. Также большое спасибо Пицца Лайку. Они попросили, они знали, что они делают хорошо. Они привезли хорошо, точнее, они сделали хорошо. Серёга довёз. Даже довёз тёплым, потому что была огромная вот такая вот куча. Ну, собственно, вот и всё, что можно про них сказать. Другое дело, могут ли они конкурировать с другими пиццериями. Это мы в ближайшие дни проверим. Я думаю, в ближайшее время мы столкнём 3-4 пиццерии лбами. Я думаю, что Пицца Лайк там тоже будет. Всем пока.